Время в студии Анна Ниченко. Здравствуйте. И далее о главных событиях понедельника. Время в студии Анна Ниченко стал полноправным участником реестра ущерба от войны РФ против Украины. В Еврокомиссии заявили, что изменение статуса поспособствует финансовой стабильности. Несколько миллионов россиян остались без света. Местные обвиняют в коммунальном коллапсе губернаторов. Что на самом деле происходит в российских городах сейчас? У нас уже второй месяц длится отключение света и воды в том числе. Мы сидим когда по 12 часов, когда больше без света. Воля к победе. Воины спорта. В Киеве открыли выставку, посвященную участию украинской сборной в Олимпийских играх 20-24 и сложностям, которые проходят спортсмены, готовясь к Олимпиаде во время российской агрессии. Говорят, что спорт вне политики, но ракеты летели на наши спортивные объекты. Мир увидит наш флаг. И это уже есть победа. Украина планирует в ближайшее время начать переговоры по еще четырем соглашениям по безопасности. Об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства анонсировал новые переговоры с партнерами касательно соглашений по безопасности. По его словам, Киев стремится оперативно подготовить документы к подписанию. Наша команда готовит еще четыре новых договора по безопасности для Украины. Уже в ближайшее время мы начнем переговоры и должны оперативно подготовить документы к подписанию. Это для нас и оборонная поддержка, это для нас и финансы, и гуманитарное взаимодействие. Уже тогда будет около 30 таких соглашений с нашими партнерами. И мы ставили себе задачу, чтобы это были разные страны, не только государства НАТО. Но все одинаково готовы помогать нам в защите общих ценностей. И это будет. Что бы ни происходило в мире, нам нужны свои инструменты для поддержки наших людей, для поддержки нашего государства. Свои договоренности по безопасности, которые будут работать при любых условиях. Именно так мы и двигаемся. Вступление Украины в ЕС не потребует длительного времени, несмотря на то, что у Киева впереди еще много работы. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее словам, более детальные переговоры по вопросу членства начнутся не позже середины следующего года. Уже были заявления президента Европейского совета о том, что к 2030 году все страны, то есть 8 государств, присоединятся к Европейскому союзу. Для Украины этот путь будет однозначно короче, потому что Украина уже 10 лет является частью зоны свободной торговли. Мы уже интегрированы практически во все рынки Европейского союза. И многое зависит от того, насколько быстро мы сможем интегрировать в нашу правовую систему правила, позволяющие быть в рынке. На заседании Совета ЕС по иностранным делам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны-члены Евросоюза предоставить Киеву больше средств ПВО и активнее помогать с восстановлением мощностей по производству электроэнергии. В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил 5 приоритетных шагов, необходимых для поддержки энергосистемы страны. Первый шаг – это усиление противовоздушной обороны. Второй – быстрый ремонт и восстановление объектов генерации и распределения. Третий – децентрализация энергосистемы. Четвертый – увеличение импортных мощностей из ЕС. И пятый – привлечение средств и оборудования от партнеров. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины. Также министры иностранных дел стран Евросоюза обсудили так называемые миротворческие вояжи в Китае и Россию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. И рассмотрели антиевропейские заявления главы внешнеполитического ведомства Венгрии. Во время выступления в Совете безопасности ООН Петер Сиярта обвинил Евросоюз в якобы подталкивании к продолжению войны в Украине. Глава европейской дипломатии Жозеф Боррель подчеркнул, такая позиция Будапешта абсолютно неприемлема. Европейский Союз поддерживает Украину и стремится закончить войну на основании устава ООН. Он не подталкивает к войне, а выступает против нее и защищает Украину, которая подверглась агрессии. Обвинение венгерских чиновников в сторону ЕС раскритиковала и министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лябиб. Она подчеркнула, что все в Евросоюзе хотят скорейшего наступления мира в Украине. Но чтобы он был прочным, нельзя потакать стране-агрессору. Безусловно, мы все за мир. Что в Украине, что на Ближнем Востоке. Нужно работать над таким миром, чтобы он был справедливым. И чтобы он не был победой для тех, кто верит в право сильного. Бельгия продолжит поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. И будет оказывать гуманитарную, экономическую и военную помощь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У российских импортеров очередные проблемы. Китайская сторона все чаще отказывается принимать расчеты в юанях, если те куплены в федерации. В сфере международных платежей даже появились новые термины. Чистый и грязный юань. Чистым называют юань, купленный за рубежом. А грязным на территории России. И неважно, на бирже или на межбанковском рынке. Детальнее о причинах надвигающегося кризиса в расчетах для российских импортеров далее в материале. 12 июня Минфин США расширил вторичные санкции в отношении России. Под ограничения попали пять российских банков. Промсвязь банк, Внешэкономбанк, Сбербанк России, ВТБ банк и ВТБ капитал холдинг. Важно, что под санкциями оказались и их зарубежные представительства, такие как ВТБ Шанхай. Россия переориентировала свою экономику и направила все учреждения правительства на поддержку своих позорных военных усилий. Иностранным финансовым учреждениям грозят санкции за продолжение содействия транзакциям, связанным с российской военно-промышленной базой. Из сообщения на сайте Министерства финансов США. Там дан уэйвер, такое освобождение на два месяца. С 12 июня введены санкции до 12 августа включительно. И вот сейчас все обсуждают, что 13 августа крупные китайские банки могут перестать работать с Мосбиржей и НКЦ. Непонятно, будет это или нет. Ну вот посмотрим. Но вот эта угроза, что прекратятся расчеты юаням, она такая вполне себе достаточно реальная. То есть об этом сейчас серьезно говорят. По словам экспертов, если российская Мосбиржа не найдет крупный китайский или региональный банк, который будет готов проводить операции в юанях, Центробанк не сможет проводить торги в валюте Китая. А значит, юань уйдет из страны вслед за долларом и евро. Ранее как минимум два российских брокера приостановили операции из турецкой лирой. Не смогла Россия вывести заработанное за нефть рупии. В Индии их вложили в акции, государственные ценные бумаги и инфраструктурные проекты. В результате прямые платежи из России в Китай в юанях и раньше ходившие со скрипом теперь почти перестали доставляться получателям. Но банки – это еще полбеды. Еще хуже, что возникает проблема с единственной работавшей быстро и почти без перебоев схемой расчетов по внешнеторговым сделкам через платежных агентов в других юрисдикциях. Весной, когда платежи в Китай начали массово зависать, многие импортеры махнули рукой на банки и стали пользоваться услугами таких агентов. Это существенно увеличивало издержки, зато деньги доходили, а товар поступал. Появление грязного юаня все испортило. Из материала The Moscow Times. Сложности с расчетами приводят и к снижению импорта товаров в Россию. Даже согласно официальным данным Росстата, с начала весны, когда начались проблемы с юанем, наблюдается заметное колебание. Так, импорт товаров в марте 2024 по сравнению с мартом 2023 упал почти на 20%, а в апреле на 6,5%. Импорт в сильном минусе. Вот эта история с трудностями заморозки расчетов, она действует. И самое главное, что они находят, конечно, обходные пути через банки помельче, но это увеличивает издержки. Это для бизнеса гораздо дороже. Как пишет издание The Moscow Times, ссылаясь на собственные анонимные источники, не помогут решить проблему даже расчеты в рублях. Ведь не все китайские банки готовы принимать российскую валюту. Курсы конвертации зачастую высокие, а поставщики из Китая хотят получить за товар более крепкий юань, а не падающий российский рубль. Совет Евросоюза продлил экономические санкции в отношении России еще на 6 месяцев до 31 января 2025 года. Эти ограничения, а их, напомню, ввели в 2014 году, значительно расширили в феврале 2022 года. Сейчас они включают ограничения на торговлю, финансы, технологии, товары двойного назначения, а также промышленность, транспорт и предметы роскоши. Кроме того, включают и запрет на импорт или транспортировку морским транспортом, сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС. Отключение от SWIFT нескольких российских банков. Готовясь к ужесточению санкций, Россия расширяет теневой флот для перевозки сжиженного природного газа. Для его транспортировки компании из Объединенных Арабских Эмиратов, начиная со второго квартала прошлого года, купили более 50 судов. Но схемы их приобретения, а также маршруты этих танкеров указывают, что за сделками стоит Россия, пишет Financial Times. Издание подчеркивает, Кремль ранее создал теневой флот судов для перевозки нефти, также часто используя Объединенные Арабские Эмираты как центр энергетической торговли. Два стратегических бомбардировщика B-52H военно-воздушных сил США прибыли в Румынию и впервые будут осуществлять полеты с территории страны. Об этом сообщили в Объединенном командовании военно-воздушных сил НАТО. Во время своего развертывания бомбардировщики будут действовать с авиабазы в Румынии вблизи побережья Черного моря, интегрироваться с членами НАТО и другими международными партнерами. Вместе они будут обеспечивать безопасность в зоне ответственности Европейского командования США. Это первый случай, когда американские стратегические бомбардировщики осуществляют полеты из Румынии, отметили в командовании. В России тем временем неспокойно. Российские телеграм-каналы публикуют видео-атаки в городе Туапсе. Там горел НПЗ. А в Морозовске, где расположен военный аэродром, засняли огромный столб черного дыма. Как сообщает российская Минобороны, 47 дронов якобы перехватили и уничтожили над Ростовской областью, 8 над Краснодарским краем РФ, по одному над Белгородской, Воронежской и Смоленской областями. О последствиях атаки и количестве сбитых дронов официальных сообщений нет. Россия без света. Несколько миллионов человек в жару без электроснабжения. Чиновники заявляют, один из энергоблоков на Ростовской АЭС вышел из строя. Местные паблики обвиняют губернаторов. Это уже третий за полгода коммунальный коллапс в России. Зимой были перебои с отоплением, весной наводнение. Теперь пропал свет. Что происходит в российских городах сейчас, покажем далее. Помогите, пожалуйста! Мы с днём! Зимой без отопления, летом без света. Энергоапокалипсис накрыл сегодня Краснодар. В городе без света оказались около 40% жителей. В России очередное коммунальное бедствие. Электроснабжение на юге страны в эти дни лишились несколько миллионов человек. То тарифы поднимут, то ещё что-то! Вы что, с***? Зайди в свет! Зайди в свет! В Краснодаре, где температура воздуха достигает 40 градусов, разъярённые жители перекрыли дорогу с требованием дать свет. Он в их домах отсутствует по 15 часов в сутки. У нас уже второй месяц длится отключение света и воды в том числе. Мы сидим, когда по 12 часов, когда больше, без света. Не работает лифт, не работает ничего. Интернета нет. Люди не могут подняться и, соответственно, спуститься. Людей, требующих обеспечить их базовыми для жизни удобствами, стали задерживать силовики. Только они с этого дома стоят, здесь у всего района стоят. Что они делают? Вот магазины, слышно, работают с помощью генераторов. Вся многоэтажка, без света. Насколько мне известно, без воды, потому что насосы не докачивают. Вслед за Краснодаром вернуть электричество просят жители Анапы, Геленджика. Обращение к диктатору Путину записали и недовольные ситуацией в Ейске. Обращаемся к вам, как гаранту наших конституционных прав на личную безопасность и достойную жизнь. В наших многоквартирных домах и близлежащей территории полностью отсутствовало электрическое снабжение. В период с 11.30, 18 июля 2024 года до 0 часов 8 минут 19 июля 2024 года. То есть более 12 часов. Серьезный сбой в работе энергоинфраструктуры произошел на юге России после аварийного отключения от сети блока Ростовской АЭС. В Росэнергоатоме сообщили, сработала защита, не уточнив, правда, от чего именно. Половина губернии без света. Город Батайск, Ростовская область, люди в жару сутками без света. Почему Таганрог? Двое суток полгорода без света, вот люди пишут. Город Оксай, Ростовская область без света. Ну прям бешенство охватывает. Российские чиновники ежедневно обещают свет вернут в течение нескольких часов. Но вопреки их заявлениям в энергетический коллапс погружаются все больше населенных пунктов. А диктатор Путин, как и в период серьезных проблем с отоплением в Подмосковье и наводнение в Оренбурге, из публичного поля просто исчез. Нету ни электричества, ни воды. Воду подвезли, подвезем еще, что нужно, подожди. И подвезли, и техническую привезли, и сейчас, и у вас, и у вас, и у вас, и у вас, и у вас. 93 боевых столкновения произошло с начала суток на фронте. Подробнее о ситуации в сводке Генштаба ВСУ. Россияне пытаются прорваться на Покровском направлении, несмотря на большие потери. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, активные боевые действия продолжаются по всей линии фронта. Но украинские защитники сдерживают атаки. Что мы можем и должны сделать для того, чтобы остановить наступление численно превосходящего врага? Ответ 1. Эффективное огневое поражение основных сил противника и его резервов на дальних подступах. Комплексное поражение противника перед передним краем. Устойчивое удержание подготовленных в инженерном отношении рубежей и позиций. Максимально эффективное использование всех возможностей оружия и боеприпасов, прежде всего боевых дронов, в которых мы имеем преимущество. А также овладение новыми способами уничтожения разведывательных БПЛА противника в условиях тотального дефицита зенитных ракет малой дальности, только с использованием средств РЭП и ФПВ дронов. Александр Сырский, главнокомандующий Вооружёнными Силами Украины. На Покровском направлении под обстрелами Воздвиженка, Новоалександровка, Новоселовка-1, Нью-Йорк, Лозавадская, Тимофеевка-Прогресс. Также активные бои идут на Краматорском направлении. Здесь армия РФ штурмовала позиции украинских военных неподалёку Часового Яра, Григорьевки, Калиновки, Ивановского и Клещиевки. Не утихают боевые действия на Кураховском направлении. Противник атаковал Красногоровку и Георгиевку. А на Торецком направлении российские оккупанты атаковали возле Торецка, Железного, Нью-Йорка и Северного. По сообщениям Министерства обороны Великобритании, в Украине дислоцировано более 30 тысяч сотрудников Росгвардии. Большая часть личного состава занимается охраной тыла, несколько подразделений участвуют в боях на передовой. По данным британской разведки, главное боевое подразделение Росгвардии, 116-я бригада специального назначения, скорее всего, состоит из трёх полков войск, которые имеют доступ к танкам, боевым машинам пехоты и артиллерии. С начала этого года Росгвардия пыталась увеличить свои передовые силы за счёт поглощения нерегулярных формирований. Комплекс санкций, изоляция России, отсутствие технологий, невозможность развития и приводит к такому истощению и отсутствию возможности восполнять свои ресурсы на поле боя. Россия выдыхается и по разным оценкам, одни говорят во второй половине 1925 года, другие говорят до конца 1926 года. Но такая тенденция сохраняется и, в общем-то, она вынуждена будет как минимум перейти к стратегической обороне, не имея возможности проводить наступательные операции. Чтобы хоть как-то восполнить эти потери, российские военкоматы предлагают вознаграждение россиянину, который приведёт своего друга в призывной пункт. Обещают 1150 долларов. Об этом сообщает Институт изучения войны. Инициативу поддержали в Ярославской области и Республике Татарстан. Кроме того, у Кремля возникли проблемы с мобилизацией во временно оккупированном Крыму. Жители полуострова не желают участвовать в войне против Украины. Об этом сообщает партизанское движение «АТЭШ». По их информации, рекламные щиты с призывом идти служить российским оккупантам не принесли должного результата. Такое растранжиривание средств, такое растранжиривание своего боевого потенциала приводит к тому, что противник не успевает восполнять свои потери. Тем временем украинские разведчики продолжают использовать ударные дроны для атак по объектам россиян. Главное управление разведки Министерства обороны Украины показало видео работы подразделения. Как отметили в разведке, преимуществом над противником остается высокая устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы и дальность, которая позволяет бить по критически важным объектам российского агрессора. 1050 российских военных ликвидировали силы обороны Украины за минувшие сутки. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потери армии захватчиков составили более 567 тысяч. Об этом сообщает генеральный штаб ВСУ. Также украинские военные уничтожили 18 российских танков, 17 боевых бронемашин, 51 артиллерийскую систему, 2 реактивные системы залпового огня и 4 системы ПВО россиян. Кроме того, силы обороны Украины сбили 73 беспилотника, а также поразили более 120 единиц автомобильной, спецтехники и цистерн. Ограничивать Украину в самозащите неправильно. Такую позицию озвучила министр иностранных дел Латвии Байба Браши перед началом встречи глав МИД стран ЕС Брюссели. Она утверждает, что необходимо снять ограничения для Украины относительно ударов западным оружием вглубь территории РФ. А именно там, где российские самолеты поднимаются в небо, чтобы атаковать ракетами украинские территории. Украинцы и раньше были образцовыми в фактическом применении определенных ограничений, не провоцируя ситуацию. Но ограничивать защиту Украины само по себе неправильно. Поэтому мы будем продолжать настаивать на снятии ограничений. Байба Бража, министр иностранных дел Латвии. Более полутысячи беспилотников передала Латвия Украине в рамках коалиции дронов. Об этом сообщил министр обороны Андрис Пруц в соцсети Икс. Всего в рамках инициативы Украина должна получить более 2,5 тысяч дронов различных типов на сумму 4 миллиона евро. Создали ее в декабре 2023 года. Лидерами коалиции являются Великобритания и Латвия. К инициативе также присоединились Дания, Эстония, Литва, а также Канада, Нидерланды, Германия и Швеция. А после саммита НАТО к коалиции присоединилась Чехия. Еще 100 тысяч боеприпасов Чехия готовится отправить в Украину военную помощь уже в ближайший месяц. Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавский перед началом заседания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. По его словам, согласно чешской инициативе, до конца года планируют доставить в Украину 500 тысяч боеприпасов. Он рассказал, что чешская сторона находится в ежедневном контакте со своими украинскими партнерами. Липавский также отметил, что Россия пытается сорвать инициативу и, в частности, поэтому Чехия не раскрывает, откуда получают боеприпасы. Ранее сообщалось, что чешская инициатива способна обеспечивать ВСУ снарядами крупного калибра в количестве от 50 до 100 тысяч единиц в месяц. Евросоюз стал полноправным участником реестра ущерба от войны РФ против Украины. Ранее он был ассоциированный членом. Изменение статуса будет способствовать финансовой стабильности, поскольку ЕС обязуется платить ежегодный взнос, сообщила Еврокомиссия. Кроме того, Евросоюз усилит работу над тем, чтобы все нарушения международного права, совершенные Россией, были должным образом компенсированы в дальнейшем. Россия должна заплатить за ущерб, причиненный ее агрессией против Украины. Реестр ущерба является важным шагом в этом направлении. Он надежно фиксирует доказательства и информацию о претензиях по возмещению убытков, потерь и травм, понесенных украинцами. Это поможет в дальнейших судебных разбирательствах и получении компенсаций от РФ. Дидье Рейндерс, Еврокомиссар по вопросам юстиции. Франция отказала некоторым российским журналистам в аккредитации на Олимпиаду 2024 в целях предосторожности. Всего было около миллиона заявок из разных стран. После проверки досье спецслужбами отказ получили 4340 человек. Речь идет в частности о российских волонтерах, работниках стадионов и членах спортивных делегаций. Также в МВД заявили, что среди журналистов обнаружили шпионов. Глава ведомства отметил, что это были представители России, Беларуси и еще нескольких государств. Подробности далее. Международный Олимпийский комитет утвердил финальный перечень атлетов, которые примут участие в летней Олимпиаде в Париже. Также в список попали 15 российских и 16 белорусских спортсменов, которые якобы отвечают критериям нейтральности. В частности, открыто не поддерживают войну России против Украины. Их допустили к соревнованиям в нейтральном статусе, без демонстрации гимнов, флагов и другой национальной символики. Однако 10 российских и 7 белорусских спортсменов из числа допущенных участия в Олимпийских играх в Париже нарушили правила Международного Олимпийского комитета о нейтралитете и должны быть отстранены, заявила 18 июля Международная правозащитная организация. Эти Олимпийские игры должны стать для Международного Олимпийского комитета возможностью подтвердить и продемонстрировать уважение к собственной политике в области прав человека. Оэн Джордаш – президент Международной правозащитной организации Global Right Compliance из сообщения Reuters. В феврале 2024 года Олимпийский комитет Украины обратился к Международному Олимпийскому комитету с просьбой расследовать участие российских и белорусских спортсменов в связи с предполагаемым нарушением нейтралитета. Чтобы тех отстранили, Украина приложила максимум усилий. Находили фотографии, где спортсмены выступают, например, на фоне зет-свастики или на каких-то там концертах пропагандистских, или на турнирах в честь оккупантов. Собирали папочку в папочку, бумажку к бумажке, фотографию и фотографию. В конце концов, такой фантастический результат – в 20 раз меньше граждан России, чем на предыдущих Олимпийских играх. Это, мне кажется, многого стоит. Сергей Быков – представитель Министерства молодёжи и спорта Украины в интервью «Радио Свобода». Франция отказалась допустить на Олимпиаду около сотни человек из России, Белоруссии и других стран, которые собирались приехать на игры в качестве журналистов, физиотерапевтов и технического персонала из-за риска шпионажа и кибератак. Глава МВД Франции назвал это «принципом предосторожности». Вероятно, они приехали не для того, чтобы совершать теракты, но помимо разведки и традиционного шпионажа существует возможность получить доступ к компьютерным сетям, чтобы совершить кибератаку. Жеральд Дарманен, министр внутренних дел Франции, в интервью «Ле журналь Дудиманш». Ещё в апреле 2024 года президент Франции Манюэль Макрон заявлял, что Россия наряду с исламскими радикалами также может представлять угрозу Олимпийскими играм. По мнению Макрона, нет никаких сомнений в том, что эта страна использует соревнования как минимум для информационной атаки на Францию. Именно с этими связаны повышенные меры безопасности. Существует ряд субъектов опасности, кто мог быть заинтересован в том, чтобы поставить под угрозу Олимпийские игры или использовать их в качестве платформы для своих сообщений. Один из главных – это, конечно, Российская Федерация. Они не могут иметь своих спортсменов, участвовать под названием страны. Они находятся под санкциями многих стран из-за их деятельности в Украине и других странах. И поэтому это может быть проблемой политических интересов и поводом для их атак. За два с половиной года полномасштабной войны от обстрелов, в оккупации и в боях за Украину погибли 488 спортсменов. Среди них и призёры Олимпийских игр. «Воля к победе. Войны спорта». Выставка под таким названием открылась в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне. Она посвящена участию украинской сборной в Олимпийских играх 20-24, а также сложностям, с которыми они сталкиваются при подготовке к Олимпиаде во время войны. Экспонаты выставки увидела наша съёмочная группа. На выставке «Воля к победе. Войны спорта» представлены экспонаты из пострадавших от обстрелов украинских городов. На этих сиденьях и спорткомплексах в Чернигове когда-то болельщики выкрикивали лозунги в поддержку своих кумиров. Сейчас сиденья повреждены обстрелами. Приехав в Чернигов, мы ходили по обгоревшим помещениям, по стадиону, по тем местам, где занимались биатлонисты. И удивлялись, зачем? Увидели чёрные обгоревшие останки, какие-то вещи. Тут представлено более полусотни экспонатов. Сотрудники музея их собирали месяцами. Ирпень стал символом стойкости в первые месяцы российского полномасштабного вторжения. Олимпийские кольца стадиона «Чемпион» посечены осколками и являются доказательством российских атак на украинскую спортивную инфраструктуру. Беговая дорожка полностью разрушена. Там мы увидели последствия попаданий. Были разрушены помещения, где занимались дети. Но сейчас там всё восстанавливают. Галина Пархоменко приехала в Киев из Краматорска после начала полномасштабного вторжения. Она тренер по карате, и не раз её воспитанники становились звёздами спорта. Тренировки и соревнования не раз проходили на стадионе «Металлург» в Бахмуте. Я всю жизнь в спорте. На момент вторжения мы готовились к очередным соревнованиям, но пришлось вывозить детей. К этому никто не готовился. Спортивный комплекс в Бахмуте, в котором мы также тренировались, разрушен. Это очень больно. А эти повреждённые кубки из разных уголков Украины. Но напротив уже символичный взгляд в будущее. Парадная форма украинской сборной, которая представит страну на Олимпийских играх в Париже. Говорят, что спорт вне политики, но ракеты летели на наши спортивные объекты. Мы показываем всему миру, что наши спортсмены, которые будут представлять наше государство на Олимпийских играх, будут показывать нашу силу к победе. Мир увидит наш флаг, и это уже есть победа. Это самое главное. Из-за российских атак разрушено более 500 спортивных объектов и 100 объектов молодёжной инфраструктуры в Украине. Уничтожаются объекты инфраструктуры. На многих из них сложно проводить спортивные тренировки и соревнования в силу отсутствия электроэнергии. Выставка призвана привлечь внимание к тому, что мир должен жить по нормам цивилизованной жизни. На Олимпийских играх 2024 в Париже 140 атлетов будут представлять Украину. Национальная сборная примет участие в большинстве видов спорта. Спортивные аналитики прогнозируют, что украинцы выиграют не менее 13 медалей.